Динамо В этом же году на Минском стадионе выступал и легендарный Виктор Цой со своей группой кино. Два концерта собрали 70 тысяч человек и стали одними из последних в истории коллектива. Кажется, весь город тогда собрался посмотреть на кумира, ведь даже площадки Динамо было недостаточно для всех желающих. На Минском Динамо собирал аншлаги и Игорь Тальков. Разрывали толпу АХ, выходили на футбольное поле Владимир Пресняков, Михаил Боярский, Леонид Агутин, Николай Носков, Бумбокс, Бьянка, ДДТ. Пел о Белых розах и юный Юра Шатунов. В 2009-м в Минск заехали «Зе Продиджи». Говорят, во время выступления британцев в близлежащих зданиях даже трясли стекла. На протяжении долгих лет на Динамо выступали, конечно, и белорусские артисты. Поле стадиона «Динамо» – это уже какая-то наша родная земля. В концертных вариантах нужно же обижать весь стадион. Вся сила в том, что мы вместе, мы вместе с людьми, и они с нами, мы с ними. И это огромное пространство стадионное, оно тогда становится даже не таким большим. Нас вывозили из... слева, я помню, вывозили на машинах, мы по беговой дорожке на машине давали. Там у нас был сольный концерт, мы с трибуны приветствовали. Это было еще в советские времена, потом была реконструкция, там сделали козырек, это был, стал еще один стадион, то есть стало еще больше зрителя, еще больше интересов. Мы проводили там в свое время и огромное шоу «50 на 50», я помню, я как раз занимался этим. На многие концерты билеты было просто не достать, и чтобы услышать любимые песни, люди перелазили через забор. Кстати, у некоторых минчан воспоминания о ярких шоу остались даже на бумаге, например, о выступлении на Минском стадионе артистов популярного телешоу «50 на 50». Мне повезло в тот день, потому что мой сектор располагался рядом с тем местом, откуда выходили все эти артисты. Я попросила охранника, он меня пустил в это сокровенное место. И так получилось, что я не брала ничего с собой для автографов, но у меня с собой были 25 рублей. И я сохранила эти деньги до сих пор. Вот это советские 25 рублей. И именно вот на этой купюре артисты, которые выступали, мне ставили автографы. Тут можно Анатолий Иванович Ермоленко есть автограф, я это помню, подписала. Дмитрий Смольский, наш певец, тоже автограф. Стадион хранит воспоминания о тысячах побед и поражений, слезах радости и разочарований, бурных аплодисментах и звуках хитов. Обновленный Минский Динамо обязательно продолжит эту большую историю и наверняка станет главной спортивно-культурной ареной уже для новых поколений.